Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Грех ли стремиться к большому заработку? Конечно, мы помним наша главная цель – соединение с Богом, пребывание с Ним в вечности. И тут можно любую нашу цель земную соизмерять. Совмещается она с целью нашей главной? Совмещается ли наша цель земная со стремлением ко Господу? Или она ей противоречит? Если противоречит – это грех. Если совмещается, то уже это допустимо. Тут как раз вопрос, помешает ли нам этот большой заработок. Очень хорошо, что сказано, что даже вопрос более тонкий, вопрос не от человека, который говорит, помешает ли мне мой большой заработок войти в Царствие Небесное, а именно речь о стремлении. Очень важно помнить, в какой последовательности Господь ведет проповедь евангельскую. Потому что у нас даже, когда мы читаем Священное Писание, по-моему, одно-другое место. Но если мы посмотрим, Господь постепенно открывает своим божественным ученикам и апостолам и всем своим ученикам евангельское учение. И вот в шестой главе Евангелия от Матфея Господь говорит такие важные слова, которые не только к богатству относятся, а вообще к любым стремлениям. Что где сокровище ваше, там и сердце ваше. И поэтому, если в сердце твоем будет мамона, то тоже уже двум господам сложно служить – Богу и мамоне. Если в сердце будет Бог, то уже мы смотрим дальше заповедь любви, возлюби Бога и возлюби ближнего. И ближнему ты обращаешься с любовью, то тебе богатство не помешает, тебе заработок не помешает. И даже стремление к заработку не помешает. Для нас важен такой момент встречи Христа с богатым юношей. Вот человек, который, ну, кстати, особо, может, и не стремился даже к богатству, потому что оно у него, в принципе, уже было. Вот если мы откроем 19 главу Евангелия от Матфея, и про чем этот диалог Христа с богатым юношей, и для нас многое прояснится. Пришел однажды к нему человек и спросил. Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь? Что ты спрашиваешь меня о добром? Один Бог добр, ответил ему Иисус. А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди. Тут как раз мы смотрим, мешает нам стремление к богатству соблюдения заповедей или нет. Юноша точно так же этим вопросом задается и спрашивает. Какие? Не убивай, не нарушай супружескую верность, не воруй, не давай ложных показаний. Чти отца и мать, и люби ближнего, как самого себя, сказал Иисус. Я все их исполняю, отвечает юноша. Чего мне еще не достает? И вот тут-то у юноши как раз маленький прокол, потому что он говорит, я их все исполняю. Да, предположим, он не убивает, предположим, он не изменяет, и даже к родителям он с почтением и уважением относится. Но когда ты говоришь, я возлюбил ближнего, как самого себя, это все уже у меня в прошлом, это я уже исполнил, то ты малость преувеличиваешь. Потому что ты, ну, потому что, как это мы выясняем? Почитаем дальше. Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество, раздай бедным, тогда богатство будет у тебя на небе, а потом приходи и следуй за мной, сказал Иисус. А юноша, услышав эти слова, ушел и печальный, он был очень богат. А юноша понял, что любовь к ближнему, которую он сказал, что вот ближнего, как самого себя, это он уже исполнил, само собой подразумевается, в его сердце нет. Он опечалился даже не то, что с богатством ему тяжело расставаться, а то, что действительно он себя перехвалил. И тут для нас о печальности юноши есть некоторое радостное событие для нас, для людей приземленных, которые к богатству хотят как-то стремиться. Можно стремиться к высокому заработку, если этот заработок высокий послужит любви людям. Причем тут важно не попасть в некоторую сатанинскую ловку, потому что человек может, ой, нет, я сейчас пройдусь по головам, обойду конкурентов, вот все добьюсь, и потом я заработаю там миллион, миллиарды, я там буду храмы строить, детдома там спонсировать. Хотя спонсировать детдома, это тоже, конечно, вещь не очень благочестивая, лучше спонсировать приемные семьи. И, ну, в общем, многие другие классические добрые дела. Ближним помогать детям на операции жертвовать, вот я такой-такой буду, а сейчас, пока вот этого нету, то я могу ближнего ненавидеть. И вот это как раз нас от Христа отделяет, потому что порой человек в стремлении, не имея высокого заработка, а именно в стремлении, уже теряет, теряет связь со Христом. Потому что он говорит, ой, нет, я такой бедный, несчастный, вот есть там богачи, и вот с них спрос, а я бедный, несчастный, я никому помогать не буду. Ой, нет, у меня такой заработок, поэтому, в принципе, ну, вот там люди, они довольны, они счастливы, а у меня низкий заработок, я поэтому могу раздражаться на окружающих, могу осуждать. Ой, мне вот там тяжело мало платить, поэтому я, в принципе, могу и работу свою спустя рукава делать. Ну, да, плохой результат, да, людям вред будет, но мне ж мало платят. И таким образом мы видим, как из-за одного, при отсутствии даже высокого заработка, из-за одного стремления человек мешает своему спасению. Но если человек, наоборот, идет с любовью и смирением, ставит, вот как мы сказали в начале, где сокровище ваше, там и сердце ваше, ставит вот эту связь со Христом через любовь и смирение, идет и понимает, да, там высокий заработок, пока его достигнешь, надо посмиряться. Да, пока высокий заработок достигнешь, надо показать, что ты трудишь лучше всех. И, соответственно, ты больше пользы приносишь, и начальству нужно тебя продвигать, или твоему, там, какому-нибудь маленькому бизнес-начинанию, да, нужно как-то способствовать клиенту, к тебе приходят, потому что ты хорошо трудишься, хороший товар, хорошую услугу делаешь. И таким образом мы видим, что в разных ситуациях стремление человека может либо подтолкнуть ко Христу, либо оттолкнуть от него. Кроме того, еще нужно вспомнить об одной ловке сатанинской, потому что человек очень любит, вот уже даже достиг, уже не низкий у него заработок, а средний, или даже чуть выше среднего. И все равно, все равно, нет, нет, я вот еще пока не богатый, и тоже вот мне пока не до этого. В том числе, увы, порой не только не до этого, что там ближним как-то не помогать, а в том числе и не до Христа. Вот нет, сейчас, сейчас у меня там работа, поэтому в это воскресенье я посплю подольше, там, ну, рабочая неделя, а вот сейчас, сейчас я еще карьеру посплю. Сейчас в этот отдел перейду, сейчас таких-то показателей добьюсь, и вот начнется в моей душе спасение, будет у меня время на молитву. Вот я в метро еду на битом, и поэтому мне помолиться сложно с утра, а вот буду сидеть в большом роскошном джипе, я вот тогда помолюсь. Нет, если ты уже сейчас потерял связь со Христом, вот если ты не знаешь, вот ты заблудился в лесу и не знаешь, куда выходить. И даже не то, что не знаешь, а закрыл глаза и не смотришь, где тут спасительный дымок, где те спасительные огоньки, которым можно выйти, выйти, чтобы спастись. То ты никогда не дойдешь, как бы ты уверенно, как бы ты не шел напряженно, трудолюбиво и так далее. Точно так же и если сейчас ты берешь и каждый раз, проверяя свое сердце, смотришь, потерялась связь со Христом, потерялась молитва, потерялась любовь к людям. Только раздражение пришло в моей жизни из-за погони за заработком, значит, ты не на верном пути. Если наоборот, ты понял, ой, мой заработок стал чуть выше, радости больше в сердце появилось, да, там кому-то там побольше в чем-то там помог, более дружелюбен и приветлив к тем людям, у которых наоборот там зарплата может понизилась в результате кризиса какого-то. Да, если вот это в твоем сердце происходит, спокойно трудись, делай все лучше всех, ведь христианин должен все делать лучше, ему же сам Христос помогает. И тогда Господь скажет, что твой заработок тебе не помешает в эти царства небесные, а иначе, увы, как верблю сквозь игольные уши, застрянешь и в царствие небесное не попадешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok